Живу в втором браке, хорошо жили 20 лет, потом муж предал меня с моей подружкой, теперь живем по инерции, он меня не любит. А мне нужен только он. Не работать над этими отношениями или стучаться к первому мужу. У него другая семья. У меня тоже другая семья, и все, уже в плейст ушел. Давайте я, в общем, отвечу на этот вопрос, это важно для всех знать, что, поймите, что есть три слоя жизни. В первом слое жизни люди в основном имеют целью наслаждаться друг к другу, это невежественный слой жизни. И в нем, в принципе, невозможно сохранить семью. Главный мотив создания отношений – это секс в этом невежественном слой. И люди живут вместе с целью просто использовать друг друга. Женщина использует мужчину как источник спокойствия, основу какой-то в жизни. Мужчина использует женщину как наслаждение, как источник наслаждения. Таким образом, это не может продлиться долго, потому что невозможно наслаждаться одним и тем же человеком долго. У каждого человека есть недостатки, они всплывают уже через первый год жизни. И эти недостатки постепенно начинают все больше душить, ну, больше, тяжелее с ними становятся. Потому что наслаждаться можно только чем-то идеальным. Но идеальных людей не существует. У каждого человека есть экзамены в жизни, есть своя судьба. Поэтому с этой точки зрения, когда люди вот в таком мотиве живут вместе, то они все равно рано или поздно чувствуют усталость от отношений. Они устают от этих отношений. Причем интересно знать, что всегда в отношениях есть человек, который отдает энергию, есть который принимает. То есть, есть человек, который любит, а есть которого любит. И это может поменяться в семейной жизни через какое-то время. Если правильно люди живут, то они меняются местами. Вот. Но это другая тема для беседы. Второй слой большой жизни – это люди, которые живут тоже для себя. Они живут тоже для себя, но они имеют более какие-то высокие интересы. То есть, они просто то не только для секса живут. Они хотят жить в обществе людей. То есть, они хотят иметь квартиру, машину, хорошую семью, детей, которые были развитыми и образованными. Это страстный слой жизни. В нем люди тоже не могут по факту жить вместе долго. Но если в невежественном слое люди проживают в среднем 3-4 года вместе, скрипя зубами уже последние два, и чаще всего они живут гражданским браком, то в страстном слое люди живут вместе по 8-9 лет. И ситуация та же самая. Проблема заключается в том, что, опять же, когда интересы, ну, именно вот такой вот, какая идея в этом страстном слое. Мы хотим быть счастливыми. Вот счастливыми как? Будучи успешными людьми, понимаете? То есть, если мы успешные люди, у нас все хорошо друг с другом, мы счастливые. При этом люди, живущие в страстном слое, они договариваются с друг с другом. Они могут улыбаться друг с другом, прощать, деликатно обращаться с друг с другом. Но они не могут быть глубокими в отношениях. Они все равно что-то скрывают друг от друга, что-то они договаривают, понимаете? И у них нет глубины в отношениях, нет способности быть очень глубокими и чистыми, и светлыми в этих отношениях. Потому что все равно отношения по природе корыстные, и они, радо или поздно, заканчиваются все равно предательством. Потому что человек не может долго жить, скрывая что-то от близкого человека. А не скрывать невозможно в этой среде, потому что там другая схема жизни совсем. Там ведь не цель служить и открыться человеку, а цель, чтобы у нас все было хорошо. Хорошо, эта цель, она наоборот предусматривает скрытность. Ну, если я, допустим, скрываю какие-то вещи, это уже не хорошо жить, правильно? То есть это уже трудность. А люди не могут там с трудностями бороться. У них сознание на вне направлено, а не на внутрь. То есть они живут внешним сознанием, то есть они не могут работать над собой. Они работают над обществом, они развиваются внешне. Им нужна квартира, хорошая зарплата, хорошая жизнь. Понимаете, и в этом слое люди не способны глубоко отношения друг к другу строить, потому что они не глубокие люди сами по себе. Они рисуются друг перед другом, ходят. Как бы живут деликатно, друг с другом строят отношения, но не близко. Правильно ли так, как сердце все равно, оно не может быть раскрыто в этом случае. Люди, в конце концов, такие находят себе других, потому что их же цель счастья, а счастье в такой жизни совместно и заканчивается рано или поздно. Это обыденная жизнь, привыкаешь к человеку уже, там нет наслаждения никакого. Единственная возможность сохранить семью – это жизнь в благостном слое. А для этого надо самому стать таким человеком. Нужно духовно развиваться, нужно целью ставить в жизни – это служить близкому человеку, быть верным, искренним по отношению к нему, стараться как бы не наслаждаться человеком, а пытаться понять его, чего он хочет в жизни, как ему помочь и так далее. Это непросто. И для человека, который в невежественном слое живет, он верит в себя. Такие люди не верят ни в кого, кроме себя. Те, которые в страстном слое живут, они верят в деньги и власть. Те, которые в невежественном слое живут, люди в благостном, они верят в Бога. Понимаете? Ну, то есть, такая ситуация. И вот ответом на эту записку следует то, что вы находитесь в страстном слое, то есть ваш близкий человек, он, по факту, не может с вами долго жить вместе, рядом, не может с вами строить глубокие отношения долго, потому что, ну, цели жизни другие. То есть, счастье с вами кончилось, наслаждение кончилось, вы словно чужими стали друг к другу, между нами и белая пьюга. Понимаете? Это все происходит не случайно. Просто вы говорите, что мне делать? Вам надо просто ценности жизни поменять сначала самой и служить ему, заботиться о нем. Постепенно сердце его оттает и еще в этом страстном слое люди не могут прощать. Ну, сверхула крыша у человека изменила. Ну, сейчас все изменяют практически, кроме духовно развитых людей. Вот как человек, если не духовно ни разу, как он и может вообще, в принципе, не изменять? Если в обществе принято изменять. Если девушки молодеют вокруг, а жена стареет, понимаете? То есть, ну, как можно не изменять, если совести нет в совместной жизни? Есть просто какие-то обязательства и все. Вы же сердце друг к другу не открываете, просто «Здравствуйте, до свидания, я тебя люблю». И все, понимаете? То есть, ну, это неизбежно, вот такая ситуация, неизбежно. Но если люди начинают духовной практикой заниматься, глубже отношения постепенно становятся. Сердце вскрывается, начинается такой процесс более глубоких отношений, которые приводят к верности в конечном счете. Но это путь, который надо пройти. А сейчас надо просто человеку простить и жить с ним дальше. Не надо пытаться разорвать семью. Потому что идея такая, с этим не получилось, наверное, мне не повезло. Это обычная идея для всех. Не думайте, что в другой ситуации будет по-другому. Все одно и то же везде. Отношения всегда заканчиваются одинаково. 80% разводов в стране. Откройте глаза на жизнь. Что люди живут просто неправильно. В этом причина, почему так происходит. Докисок много. Как понять, что пора перестать стучаться к любимому человеку, который перестал общаться без объяснения каких-либо причин. Перестал выходить на связь, не отвечает. Ну, то есть, скорее всего, вы не живете вместе, да? Судя по записке. Ну, что стучаться-то? Не надо стучаться. Не хочет с вами общаться, не хочет. Вы поймите, что вы же не заставите человека быть с вами рядом. Пока человек не женат, он имеет право не жить. Да? С человеком. Ну, сейчас, смотрите, люди, как многие делают. Они начинают наслаждаться друг другом раньше, чем оформляют отношения. То есть, они просто встречаются, живут вот этой половой жизнью, но при этом у них нет обязательств взаимных друг перед другом. И никаких гарантий, что человек не бросит вас, нет вообще. Потому что, если говорить о таких отношениях, то в них всегда есть один и тот же сценарий. Женщина в таких отношениях привязывается к мужчине, а мужчина отвязывается. Потому что, ну, мужчине же надо наслаждаться в этом сценарии, это мужской сценарий, да? Мужчина наслаждается женщиной, но не берет за нее ответственность. Любая женщина же хочет семью, это понятно. А если женщина не хочет семью, то значит вообще какая-то патология. Понимаете? То есть, женщина плод семьи, она хочет семью, но если она не втянула мужчину в семью, она поддалась его вот этим желаниям наслаждаться своим телом, то это означает, что сценарий всегда закончится одинаково. Закончится тем, что он ее бросит рано или поздно. Потому что сколько можно одной женщиной наслаждаться? Ведь много других красивых. Так? Или нет? Наверное. Смотрите на жизнь открытыми глазами. Надо отношения сразу оформлять. Женщина должна на мужчину на расстоянии держать. Она не должна к своему телу подпускать, пока он не захочет расписаться. Зачем ему отдавать все сначала, а потом требовать что-то взамен? Вот представьте, вы, допустим, товар отдали, а потом когда-нибудь требуете денег. Кто вам это даст? Семейные отношения – это корыстные отношения. Любовь в материальном мире имеет корыстную природу. Только к Богу любовь бескорыстная. Поэтому в семейной жизни обязательно нужно оформлять отношения. Нужно все проговаривать, прежде чем что-то происходит. Нужно общаться сначала. Благостные люди создают семью, общаясь друг с другом, проговаривая все. А потом уже, когда видят, что они договорились, они создают семью. На это уходит полгода-год на общение. Страстные люди, они просто роман заводят. И сначала наслаждаются жизнью, обнимаются, целуются. Могут создать семью, расписаться дальше, даже при этом. Но просто хотят наслаждаться с человеком, и все. Но наслаждение заканчивается, дальше они не знают, что делать. У них уже дальше не прописана программа. Они понимают, что надо дальше наслаждаться не друг другом, а уже квартиру покупать, детьми наслаждаться. Но эта программа тоже не работает всегда. Иногда бывает, что детей невозможно зачать, что квартиру невозможно приобрести. И программа наслаждения дальше, она точку делает. И уже зачем тогда дальше друг с другом жить? Потому что желание это наслаждаться, а не служить друг другу. И кто-то ломается один из двух, бросает. Благостных людей желание служить и создать верные отношения. То есть они готовы строгать друг для друга, терпеть недостатки, развиваться вместе. У них другая идея жизни. Пишите просто сначала, чего вы хотите. Часто люди не понимают, чего они хотят. Сегодня консультировала одну девушку, она думает, что она хочет духовности. А на самом деле она хочет счастья материального, простого, но от духовно развитого человека. А это невозможно. Надо разделить. Мне 46, мой мужчина моложе. Припевает, так как начальник. Мы можем иметь детей. Он на 4 года моложе. Ну, для начальника это не возраст. Ну, походу. Тяжелый иногда в общении, но у нас любовь, хорошее отношение. Сделала 3 аборта. Работаю над собой. Замаливаю. Ну, ничего смешного. Это обычная жизнь. Люди не знают, что можно, что нельзя. Я не вижу проблем. Вот все, что мы написали, все нормально. Но на 4 года моложе. Это нормально. Начальник супер. Значит, разум есть. Грубит. Все мужчины грубят. Живите дальше, развивайтесь. Девчины иногда любят поделиться. Что-то написать старшему, чтобы он сказал. Да, все хорошо. Я не знаю. Вопросов никаких нет. В этой записи. Что делать, если практика никак не влияет на материальную жизнь? Ситуация не меняется. Это подрывает веру. Как с этим быть? Бывают ли ситуации, в которой не победить? Ага, хороший вопрос. Хороший вопрос. Понимаете, жизнь меняется, когда меняется способ жить. Вот часто люди начинают заниматься духовной практикой, и у них происходит хрен по обратную сторону. Они вообще ничего не хотят. Ну, нигде работать не хотят, ничего делать не хотят. А просто хотят духовной практикой заниматься и летать в облаках. Понимаете, это другая крайность. Она не говорит о глубокой вере человека. Она говорит о том же желании быть счастливым, но уже этот человек просто по-другому понимает счастье. Обычно люди понимают счастье в том, что иметь что-то материальное. А развитые люди понимают, что настоящее счастье в духовном. И такой человек тоже ничего не хочет трудиться, он хочет просто балдеть, но уже духовно. И поэтому, если ты балдеешь духовно, значит, не будет ничего материального. С него же деньги не валятся. Человек должен трудиться. Есть труд над душой, есть труд над телом, есть труд в социуме. Если человек трудится, несомненно, он развивается материально. Не может быть такого, чтобы человек трудился и при этом не развивался. Особенно возвышенный человек. Но чаще всего люди, занимающиеся духовной практикой, они другой крен принимают. Они не хотят ничего делать, они не хотят балдеть. В духовной практике, занимаясь наслаждаться жизнью, давайте микрофончик. Хорошо, что вы вышли на связь. Значит, вы искренний человек. Нужен микрофон. Микрофон нужен. Нет, нет, нужен микрофон. Мы же для всех говорим. Не для вас, для всех. Нет. Вопрос такой, что у меня есть проблемная ситуация, что это неприятно. И у меня не было самостоятельно. Какая-то духовная практика, молитва, она должна действовать на улучшение. Факт. Вопрос, как правильно поставить. Вот вчера, смотрите, мы проводили правильную молитву. Вы так же молитесь? Но вы думаете о ситуации во время молитвы? Или вы думаете о святой личности, желаете всем счастья? Чем вы занимаетесь во время молитвы? Морюсь, установленная молитва. Я в христианском. Это понятно. Но есть же настроение. Я считаю, но я считаю, что я считаю, что я считаю. Я считаю, что я считаю. Я считаю. Так, так, это хорошо, да. Стараюсь на собой и он. И я стараюсь не сосредоточиться, если ни о чем не думать. Ни о чем не думать. Ну, то есть я сосредоточилась на выгоду. Но вы пытаетесь с любовью к нему относиться там? Скажем, да. То есть я даже чувствую, что я не буду проселять. Я думаю, что я не буду проселять. Я думаю, что я не изменю с временем, как бы вы думаете. Да, все нормально, все правильно вы практикуете. Ну, значит, Бог хочет, чтобы вы были в ситуации дальше. Вот так и относиться, что Бог не хочет ситуацию менять, потому что вы не готовы. Ему нравится, что вы находитесь в ситуации и сильно молитесь. Потому что если вы выйдете из ситуации, вы не будете молиться уже. Вы расслабитесь и все. Я вот так чувствую все. Вы правильно молитесь, но Богу не хочется, чтобы вы выходили из ситуации. Ему нравится, чтобы вы в этой ситуации находитесь, потому что это дает вам возможность дальше развиваться. Хорошо, я понимаю, как к этому правильно относиться. Потому что у меня какая-то обидно вопрос, почему вот с ним могу так. Он любит вас, потому что. Если бы вас не любил, он плюнул на вас, он бы вам сразу убрал ситуацию. Вы его поругайте, постучите ногами на Бога, и он обидится на вас, и вам сделает, что у вас все будет хорошо в жизни. Да, есть про чувства. Ну, тогда в этом случае вы не будете молиться уже. Вы выберете просто Бога или счастье. Нет, потому что счастье дает Бог. Или судьба. По судьбе вам пока не положено. Положено через несколько лет. А Бог не дает, потому что Он видит, что вы не Его выбрали, а счастье. Он вас испытывает. А вот когда вы Его выберете, то Он выберет вас. Поймите, что счастье человек получает двумя способами в этом мире. Спасибо вам за вопрос. Очень классный, правильный. Счастье двумя способами человек получает в этом мире. Первый способ. Это по судьбе. Как все живут. Пришло время счастья, и слава Богу. Пришло время страданий. Мучаюсь, жду, когда будет счастье. Вот так все живут. Вы выбрали другой путь. Вы хотите молитвой и победить судьбу. Но вы не знаете правила игры в этом случае. Вы не знаете, что в этом случае надо как действовать. Я отдаю тебе свою жизнь, Богу, вы говорите. А ты решай сам, что будешь делать со мной. И тогда у вас наступает счастье. Неважно. Первое, что Бог в этом случае дает, Он удовлетворенность дает человеку. Удовлетворенность. Будет выход из ситуации или не будет. Просто удовлетворенность, счастье, успокоение приходит сразу, немедленно, когда вы хотите жить для Него, а не для себя. Сразу успокоение, удовлетворение и счастье. Неважно, выход из ситуации есть или нет. Сразу. То есть это на самом деле не критерий. Почему они меняются? Не критерий, да. Со стеной разговаривать. Не критерий, да. А со стеной вы разговариваете по другой причине. Со стеной. Я не чувствую никаких изменений. Я думаю, что можно? Изменения есть, но они не те, которые вы ждете. Например, когда вы пришли на эту лекцию, сяли на первый ряд. Это изменения. Большие. Но вы их как бы не понимаете просто. Вы ждете другого. Вы хотите материальных изменений, а у вас это духовные. Просто нужно не сосредоточиться, да. Нет, просто поймите, поймите еще раз. Вот я сейчас буду вам объяснять 10 тысяч раз одно и то же, потому что понять это очень сложно. Поймите, в этом мире другие правила игры. Вот вы хотите по своим правилам жить, понимаете? А у Бога свои правила. Вы живете для Него, Он живет для вас. Но Он вам дает то, что вам надо, а не то, что вы хотите. В этом заключается разница от правил. Вы понимаете, вы живете для Него, и вы ждете того, что вы хотите, чтобы Он вам дал. А Он никогда так не делает. Он дает то, что надо человеку. И придет время, Он вам даст материальное счастье. Так же, когда придет время. Но вы не будете тогда к Нему привязаны. Я читал лекции, где-то 5 или 6 лет ко мне на лекции приходило по 50 человек. Если бы Бог не дал аудиторию 800 человек, тогда я бы не смог развиваться как личность. Я даже с 50 не развивался как надо, потому что я даже с ними вел себя неправильно. Я вел себя очень гордо, борицал во всем. Знаете, как беседовал? У меня врожденные вот эти способности чувствовать человека. Я собирал зал, 50 человек приходило. Я смотрел на них и говорю, вы сегодня с утра не занимались как надо. Результат такой-то. Да. Некоторые уходили с нас и сал. Страшная была вообще, страшная такая вещь. Было столько гордости. Сейчас думаю, не меньше, наверное. Вот. Столько гордости в отношениях с людьми. И слава Богу, что Господь не давал больше людей. Слава Богу, меньше покалечено. Слава тебе, Господи, что не давал больше людей. Вот. Приходит время, больше людей приходит. Потому что, ну, что-то меняется в человеке, понимаете? Не требуйте от Бога раньше времени чего-то. Вы не пожалеете потом об этом. Вот Он вам дает то, что вам дает. И слава Богу, это так классно. Но если вы как раз поймете, что Он вам дает, тогда вы будете счастливы. Потому что вы перестанете гордиться собой. Потому что гордый человек всегда просит то, что он хочет, а не то, что надо. Понимаете? Я одно время сильно критиковал. Такая волна критики была сильная. Я подошел к своему наставнику и говорю, что сделать так, чтобы они не критиковали. Он говорит, вопрос поставил неправильно. Я говорю, а как надо поставить вопрос? Вопрос надо так поставить. Что мне сделать собой, чтобы я понял, что мне критика нужна? Что это большой дар, который дает возможность мне развивать свирение и становиться очень хорошим человеком, добрым по отношению к людям, а не гордым. Мне это больно было слышать, потому что, ну как критика нужна? Я такой хороший, я столько доброго делаю. Где-то они не видят, они только ищут сами вот какие-то нехорошие вещи во мне, и это потом на весь интернет распространяют, распространяют, то есть ведут себя вот со мной несправедливо вроде бы. Он мне сказал, это супер, это хорошо. Пока эти люди есть, ты будешь всегда учиться смирению. Как только они пропадут, ты можешь загордиться собой. Но Бог дает не то, что мы хотим. Он дает то, что надо. Попытается это понять. Но это всегда болезненная вещь. И это хорошо. И слава Богу, понимаете? Ближе микрофон, ближе. Нужно молиться, чтобы Господь открыл мне, чтобы мне представлять... Надо просто молиться, чтобы вы поняли его замысел по отношению к вам. Надо молиться, что Господь, ты мне... Покажи вот свое влияние на меня, свое присутствие, чтобы я еще не понимал, что ты рядом со мной, что ты меня ведешь. Тогда мне будет спокойно. А то я думаю, что я тебе не нужна. Как будто меня нет для тебя. Нет, и все, еще нет. И спасибо большое. У меня к вам вопрос теперь. Вам на сердце спокойно стало? Ближе микрофона. Ну, стало спокойнее. Вы почувствовали, что классно как-то все, да? Счастье появилось или нет? Я не знаю. У меня есть сомнения, но в определенном ситуации уже, видите, совершенно длительная, при этом сомнения уже сейчас мне стало на голове. А знаете почему? Потому что, когда Богу нравится, что с вами происходит, Он вам посылает счастье в сердце. Когда не нравится, посылает в сердце тревогу и сомнение. Сердце принадлежит Богу человеческой. Там находится сверхдуша. То есть, есть душа, это мы, а есть сверхдуша. То есть, это присутствие Бога в сердце. Ну, вы не медический человек, я вам скажу, совесть. Совесть. Есть совесть в сердце. И совесть, она является источником счастья. И вы почувствовали сейчас удовлетворение, потому что Богу понравилась идея. Вот так надо жить, понимая, вот так будет все дышать. Я просто хочу, чтобы вы были счастливы. Мне нет цели вас дознавить, но цель жизни человека, чтобы все были счастливы. В этом цель жизни. Спасибо вам. Когда начинаю молиться духовно, настраиваться или желать всем счастья, начинаю чесаться. Чешется все. Голова, ноги, спина, судороги в ногах. Почему? Что с этим делать? Это от напряжения. То есть, понимаете, перенапряжение у всех по-разному может выражаться. У кого-то вот так. У третьего голова начинает болеть. У четвертого усталость. У пятого. У кого вот начинает желать всем счастье, голова начинает болеть. Поднимите руки. Вот такие есть люди. У кого усталость появляется сильная, поднимите руки. Есть такие люди. А у кого появляется протест внутренний, напряжение какое-то тяжело. Такие люди есть. Все эти вопросы, они решаются одним способом. Вы просто неправильно выбрали тактику. Когда вы желаете всем счастья, не нужно напрягаться и из себя чего-то вымучивать. Нужно настраиваться на любовь. А любовь она всегда расслабляет. И вот то же самое этой девушке. Если вы как бы напрягаетесь, у вас идет из-за того, что энергия блокируется, движется неправильно, у вас идет зуд в организме. А если вы настраиваетесь на служение, любовь, заботу людям, вы же видите, что когда я повторяю, я желаю всем счастья, я не так же говорю, я желаю всем счастья. Так я делаю или нет? Я спокойно же, да? То есть спокойно говорю, глубоко, так или нет? Но вы тоже старайтесь, так же успокаивайтесь, спокойно желайте всем счастья. Настоящая сила не в напряжении, а в любви. Усвоили этот момент? Учитесь тоньше настраиваться, глубже и больше чувств глубоких и любви. Тогда визу пройдет, как бы и все будет нормально. Хороший вопрос, спасибо. Меня зовут Оль. Ну, не важно. Почему? Прошу вашего совета. Дело в том, если это возможно, видите, смиренно чертностром. Дело в том, что последние месяцы у меня очень тяжело на душе. Стало тяжело молиться. Это вот признак тяжелого периода астрологического. Ну, просто тяжелого периода. Слово астрология может не всем по душе. Ну, просто все знают, что и судьба, и бывает легкая судьба когда-то, а бывает тяжелая. Тяжело молиться по утрам. Получается часто просто не от души. Меня радует работа. Я попала под сокращение. Но мне Бог сразу дал работу на тех же условиях. Позаботился обо мне. Мне стыдно, что я недовольна, не ценю и работаю через силу. Все женщины работают через силу. Хочется все изменить. Но страшно. Я одна и снимаю жилье. А всем женщинам каждая одна страшна. Как молиться от души и обрести истинное спокойствие, благодарность за то, что имею, и жить внутренней жизнью? Хороший вопрос. Очень спасибо вам за это. Вот смотрите. Это образование. Вот есть разные состояния сознания, и для них разный ответ. Вот когда человек говорит о том, что ему очень трудно во время молитвы испытывать счастье, ответ такой, что во время молитвы нужно учиться слушать голос человека, вместе с которым ты молишься. Тогда вот твоя внутренняя трудность, вот эта вот, у нее лампочка просто потухла, понимаете? То есть так действует судьба, что лампочка потухла. Нужно сильно слушать голос, чтобы лампочка загорелась. И тогда, когда она загорится, захочется желать всем счастья. Когда ты будешь желать всем счастья, начнет гореть плохая судьба. И постепенно все печали и невзгоды забудутся. Вот как люди стояли здесь, вчера вы видели, они говорят, мне легче стало, я лучше вспоминаю уже о своей жизни. Это означает, лампочка начала гореть, и поток души, вот этой вот душевной силы пошел по сознанию двигаться. Ответ такой, слушайте лучше, внимательнее голос того, с кем вместе вы молитесь, старайтесь его эмоционально, глубоко понять. Ждите, когда этот голос дойдет до сердца. Слушайте до тех пор, пока в сердце не отзовется, а отзывается он в сердце предновением. Как только вы почувствовали, что вам нравится этот голос, что вы счастливы от него, тогда это счастье отдавайте другим. Я желаю всем счастья. Или произносите молитву свою и при этом кланьтесь в святыни вашей духовной традиции. Когда вы одни дома, лучше, чтобы и голос человека, который молится, и поклонение было в одной традиции духовной. Но здесь у нас же разные все, у нас есть и мусульмане, и байшнавы, и православные. И поэтому православные больше, поэтому я включаю православную музыку. Но мы все должны быть жить в этом мире как одна семья. Вот когда мы все вместе, мы настраиваемся на духовного человека и кланяемся. Цветы не в своей традиции может быть. А дома мы берем голос человека в своей вере и вместе с ним молимся и кланяемся. Когда у человека трудная судьба, ему тяжело вдохновиться, нужно лучше слушать голос. Когда человек чувствует, что у него в жизни не клеится в отношениях, что он одинок, ему нужно лучше желать всем счастья. Когда человек чувствует, что у него нет цели в жизни, он не знает, куда идти, тогда ему нужно лучше поклоняться святыне. Понимаете, вот три варианта есть. Первый вариант. На душе тяжело, не могу молиться, нет сил. Слушать голос. Второй вариант. Нет отношений, все уходят от меня, нет работы, я одинок. Лучше желать всем счастья. Третий вариант. Не знаю, куда в жизни идти, куда двигаться, поклоняться святыне. Понимаете, да? Разные части схемы нашей души, как движения души, они могут страдать. И вот разные рецепты есть в этих разных случаях. Вот человек написал мне благодарность. Я не буду ее зачитывать, потому что это будет увеличивать мою гордость. Но в этой записке человек ничего не попросил. Знаете, что это значит? Он написал просто, что он получил уже в жизни. Знаете, что это значит? Это значит, что человек настроился правильно на отношения с Богом. Потому что когда человек уже ничего не просит, тогда он и получает. Приведу вам такой пример. Один послушник пришел к своему наставнику и говорит, послушайте меня. Я хочу вам очень важные вещи сказать. Я в своей жене уже принял и это, и простил это. И уже вот все, что в ней есть плохого, я уже это принял и простил. У меня такое ощущение, что я уже теперь вообще контролирую себя полностью. И зачем мне тогда нужна семейная жизнь? Может мне лучше податься в отреченные люди, если я уже все это преодолел? Фактически мне от нее уже ничего не надо. Я готов ей только служить, и при этом ничего от нее мне уже не надо. Знаете, что ответил наставник? Он сказал, вот теперь у тебя будет счастливая семейная жизнь. Зачем тебе отвлекаться, когда ты уже сдал все экзамены? Участливый. И так у него получилось, он достиг счастья в результате. Почему мы не счастливы? Потому что мы что-то хотим, и через это желание действует всегда судьба. Вместе с нашим желанием что-то взять, мы получаем и страдания. А? Или не действовать по этим законам, по которым надо за все платить. Лучше просто отдать возможность сделать меня счастливым Богу, а самому делать счастливым другим. И служить жить для Бога, и дать возможность Богу самому делать нас счастливыми. А он сильно хочет. Он постоянно хочет, чтобы мы были счастливы. Но мы не даем ему такой возможности, потому что желание направляет в судьбу. Мы говорим, я вот этого хочу в жизни. Но Бог думает, зачем тебе это будут давать? Ты же будешь страдать от этого. Нет, я хочу. Ну хорошо, когда посубежней, когда придет, получишь. Вот. И будешь страдать дальше. Но если бы человек думал о служении, тогда он бы своих хочу. Хочу, это же так судьба действует. Она через хочу же действует. Но когда человек своих хочу оставляет, думает о служении, тогда что получается? Тогда у Бога уже есть возможность нам давать то, что он хочет. И он начинает это делать сразу, медленно. Что он человеку дает? Смирение, терпение, вдохновение духовной жизнью жить. Он дает человеку способность, знание, как работать над собой. Много чего дает того, чего мы не планировали. Но когда человек достигает определенного уровня, когда он может уже принять что-то в своей судьбе, тогда человек получает и счастье. Есть три уровня счастья, которые описаны в древних сказках. И они описаны также и в священных писаниях, конечно же. Первый уровень счастья, и все эти уровни счастья называются испытанием в жизни. Всегда испытанием является только счастье. Вот, допустим, если девушка очень симпатичная, какое у нее самое сильное испытание в жизни? Красота, потому что она дает же ей гордость. А гордость разрушает отношения. Симпатичная девушка, и все очень трудно построить отношения с хорошим человеком. Ей нужно не хорошего человека, а крутого. Это разные вещи принципиально, понимаете? Потому что крутой человек означает амбициозный. Не думайте, что мужчина такой влиятельный, крутой, и при этом он будет сверебным. Такого не бывает. Если он влиятельный, значит, он будет вас мучить. Он будет и на вас влиять так же, как и на все остальное. Но почему бывают красивые девушки и находят хороших людей? Потому что они сдали экзамен. Понимаете, экзамены стали смелены. Этот экзамен сдается только в отношениях с Богом. Потому что Бог просветляет, дает человеку знания. Первое, что он дает человеку, это спокойствие. То есть чувство, что все хорошо. А второе, что он дает знания. Да, женщина что-то узнает, она понимает, что и в жизни не хватает только сверебного. Смирения. Женская гордость выражается в том, что она слишком сильно роется в мужчины. Она не хочет принимать свою судьбу. Она хочет лучше и лучше. И остается одна, в конечном счете. Вот и все. Так действует у всех женщин одно и тоже. Судьба. Да вы меня простите, что я не смогу на все запаски ответить. Первое испытание называется «Огонь». Потому что все люди в этом мире горят от своих желаний. Огонь означает желание, которое невозможно выполнить. Люди страдают. Кто-то хочет замуж, кто-то хочет детей, кто-то хочет власти, денег. Люди горят от этих желаний. И первое испытание называется «Огонь». Как в огне не сгореть? Огонь можно нейтрализовать другим огнем. Знаете об этом? Вот как потушить пожар? Надо вокруг пожара сделать такой пожар. И он сожжет все, что может гореть. В результате управляемый называется пожар. Делать управляемый пожар, чтобы он двигался в сторону пожара. В результате пожар дальше не может рассверяться, потому что отцов съели уже за него. Пожар же не должен что-то кушать. Есть духовный огонь. Духовный огонь побеждает материально. Если человек загорелся духовным знанием, он любит лекции, слушать постоянно, молиться, ему нравится чистая, светлая жизнь, то огонь материальных желаний гаснет. Когда огонь материальных желаний полностью погас, это на ваш ответ вопрос, девушка, тогда наступает следующее испытание, которое вы так жаждете. Это испытание, и все жаждают. Это испытание называется «Вода». Вода знает, что такое вода. Вода – это то, что течет, не останавливается. Это деньги. И наслаждение. Это то, что всегда утекает без рук, это никогда не останавливается. Но если человек победил свои желания, то тогда он может стать богатым или влиятельным. То есть он может иметь возможность жить в комфорте, так сказать, со своими возможностями. Когда он уже богатся, когда человек не горит желанием, а может действовать на благо. Вот какой бизнесмен становится богатым? Тот, который управляет собой. Он не злится, не ругается, не жадничает. Он просто спокойно выполняет свой долг, делает свое дело. У него сильный характер такой способный подавить себе огонь и нестерпимых желаний. И такой человек становится богатым. У него холодный разум спокойный, не горячий. Когда человеку сильно много чего-то хочется, он всегда от этого теряет. Но второе испытание, которое все так жаждут, оно сложнее. В нем сложнее жить. Это испытание деньгами и властью. Когда человек получает это испытание, ему тем более уже не хочется заниматься духовной практикой. Когда человек горит в огне неудовлетворенных желаний и страданий, тогда он тупеет от этого. Ему очень трудно молиться, потому что у него нет сил. Он просто страдает, и у него нет сил молиться. Но страдания заставляют молиться все равно. Но когда у человека все хорошо в жизни, это самое большое проклятие. В это время вообще нет сил. Но вот как, когда все хорошо, когда все классно, как заставить себя молиться? Вот попробуйте во сне молиться. Когда человек спит, у него самое больше всего, плоснее всего все. Он спит и все, все. Он спит, у него все хорошо, но ничего не надо в это время. Почему все хорошо? Потому что ничего не надо. Вот в это время вообще молиться невозможно. Так ведь или нет? Вот вы поехали в отпуск отдыхать, вы можете молиться в это время? Да нет, там просто один балдеж и все. И забывает человек про работу над собой. Когда человек имеет богатство, деньги, то тогда до свидания духовной жизни. И по этой причине Бог и не дает этого всего. Для того, чтобы для женщины богатство это замуж выйти так же. И дети тоже это богатство для женщины. Есть женское богатство, есть мужское. Бог не дает богатство, потому что человек не готов. Понимаете? Есть люди, которые имеют все это, при этом молятся. Это уже другой уровень людей, и они при этом получают от Бога уже богатство. Такие люди становятся богатыми. То есть от Бога богатство приятные. Ну и есть и третье испытание. Страшное испытание. Труднопреодолимое испытание. Называется «Медные трубы». Изначает славу. Страшная вещь. Да, человек достиг уже много в работе над собой. У него много внутренних душевных сил. Люди начинают любить такого человека. И эта любовь всегда возращивает сердце гордости. Единственный способ избавиться от этой гордости, это всегда думать о своем наставнике, о Боге. Думать, отдавать ему все, что есть. И считать, что это он все делает. А самому оставаться всегда в стороне от этих событий, которые происходят. Это крайне тяжело. Хочется же наслаждаться тем, что тебя слушают, смотрят, на тебя послабляют. В этом мире не бывает ситуаций, в которых человек не имел испытаний. В этот мир весь соткан из испытаний. Когда мы большего чего-то отсутствует хотим, мы по факту хотим больше испытаний. Когда девушка хочет выйти замуж, она даже не подозревает, что жизнь будет тяжелее замужем. Это больше испытаний. Когда она хочет ребенка, это еще больше испытаний. Когда мужчина хочет власти, это очень много испытаний. Но нам всегда что-то хочется, да? И с этим ничего не сделаешь. И надо понять, что это хочется, это энергия, идущая вразрез с правильной жизнью. Когда человек живет на поводу своих желаний, он всегда неудачник. Потому что правильное жить, это отдать возможность Богу делать мою судьбу, а самому отдать свою жизнь Ему. Что значит отдать жизнь Ему? Это означает жить по законам Бога, то есть действовать все правильно, делать все правильно. А правильно означает забыть про себя и служить всегда, просить прощения, прощать. Вы почитаете Священное Писание, там ничего нет корыстного в описании того, что надо делать. Надо прощать, просить прощения, думать хорошо о людях, заботиться обо всех, служить. А это крайне трудно сделать, потому что у нас психика по-другому заточена. Мы забываем про это каждый день. Рано утром мы встаем, и нам не хочется думать о ком-то другом, мы думаем о себе сразу. И поэтому мы несчастные. Потому что когда человек сам хочет свою судьбу победить, а не отдает это во власть Бога, тогда судьба действует по своим законам. И она дает человеку столько, сколько положено. А положено нам в этой жизни мало. Еще раз хочу задать вопрос. Честно поднимите руку, кому вчера было сложно налиться, вот тяжело. Я не буду сегодня делать в этом ключе, в этом формате. Почему? Потому что этот формат самый тяжелый. И он предназначен для тех людей, которые давно уже работают над собой. Вот все такие люди сказали мне вчера, что потрясающе, очень важная, нужная лекция. Поднимите руку, кто так почувствует. Видите, как бы атритория растворилась. Поэтому вчера была лекция для вас. А сегодня будет для тех, кто поднял руку ПЕК. Да? Да? Она как и сегодняшняя называлась. Посмотрите, как бы на сайте, точное название. Афиша.беда.ру, кому-то так называется. Да, судьба планеты и моя судьба. Мы об этом говорили. Я продолжу беседу по следующим вопросам. Как достичь мира в сердце? Надо сначала понять, что такое мир в сердце. Мир в сердце, это значит, что все ручейки моей судьбы получили счастье. Когда мир в сердце достигает? Понимаете, мы связаны со многими событиями, со многими людьми. Эта связь является абсолютно реальной. Это не то, что вот как бы кто-то что-то придумал. Понимаете, мы такие вещи тонкие, психические. Нам это нравится, но мы не воспринимаем это как реальность. Мы думаем, что это просто, ну как бы наше такое воображение или что-то такое, возможно, существующее, а может быть и нет. Понимаете? Но есть три ступени развития человека. Первая ступень это материализм, когда человек не видит тонкого мира, не понимает его. Он не понимает, что такое черты характера, что такое совесть. Он не понимает, что такое глубокие какие-то отношения, верность там допустим. Он не понимает этих вещей. Он понимает, что есть деньги, товар, деньги. Что нужно в отношениях договориться, жить вот как-то вместе. Не можем разойтись. Люди, которые материальную платформу имеют, у них нет принципов жизни, которые имеют как бы мораль, нравственность. Они живут просто, пей, гуляй, веселись. Жизнь одна, пока живем, надо жить так, чтобы все было классно. Понятно, да, система? Это первый уровень восприятия. Следующий уровень восприятия это люди, которые воспринимают на тонкой платформе мир. У них есть развитие, работа над собой, есть совесть, есть отношения. И постепенно они начинают понимать, что это тоже реальность, но только эта реальность немножко другая. Она не имеющая такой вот, ярко не увидишь эту реальность, ее можно только почувствовать в сердце. Понимаете? Ну, допустим, вот песниры пели такую песню, насколько они реально понимали то, о чем они поют. Сложно сказать, но они догадываются однозначно. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны, нитью незримою, нитью незримою наши любимые. Классные слова. Ради высокой любви мы обязаны, обязаны. Не просто там, а обязаны. То есть у нас есть обязаны. Помнить. Помнить означает контакт устанавливать. Что с нами пожизненно связаны, пожизненно. У человека ушел из жизни, а он все равно остается связан, нитью незримою, понимаете, наши любимые. Или, допустим, другая песня, которая указывает на результат совместной жизни. Как прожить столько вместе и какой результат. Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Понимаете, одно дело быть связанным, нитью незримою. Допустим, я, когда мой ребенок заболел, у меня в сердце тревога за него. Что это значит? Это значит, что я ему хочу отдавать энергию для выздоровления, а у меня ее нет. И тревожно на сердце становится. Почему? Потому что не хватает сил отдавать энергию. Это происходит неосознанно. Женщина это делает неосознанно. Говорит, я переживаю за сыном боли. Почему? Потому что она нитью незримою с ним связана. Она может даже переживать за него раньше, чем она узнала по факту о болезни. Она говорит, я беспокоюсь что-то не то с моим ребенком. Поднимите руку, у кого так бывает? Многим. Это означает, что вы заранее уже чувствуете, что вы отдаете энергию, когда она нужна. Не то, что вы сказали, все, теперь я ему отдаю энергию. Нет. Это происходит неосознанно, само собой. Потому что есть связь, нить незримая. И вот когда все эти нити незримые наполнены энергией счастья, когда у всех моих близких все хорошо, мне уже никому ничего не надо отдавать, тогда у человека на сердце наступает что? Мир в сердце. Все хорошо. Вот я вчера, сегодня проснулся утром, так как эта лекция была нужна для вас, хоть она была и тяжелой. У меня в сердце что возникло? Мир. Я почувствовал, что все так здорово в жизни. Спасибо тебе, Господь. Мир почувствовал в сердце. Умиротворение, что все хорошо. Можно еще поспать даже. Так классно, что еще делать теперь? Молиться уже больше не надо, потому что и так все хорошо. Вчера уже была классная лекция. Потом я подумал, может быть, у меня другая цель в жизни. Может, у меня не цель балдеть от того, что я что-то хорошо сделал, а дальше продолжать служить любимому наставнику и Господу в своем сердце. И я заставил себя встать и начал совершать аскезы, молитву, начал вспоминать людей, которые ходят на лекцию, пытаться не помочь. Слушал голос, и так же, как сеанс был, продолжил этот сеанс. Начал думать об этих людях, других. Сражался за судьбу людей. Забыл про себя. В какой-то момент, потом все время вспоминаешь, опять надо возвращать сознание. И так далее. Как достичь мира в сердце? Невозможно достичь на постоянном. Мир в сердце означает победу. Есть два варианта мира в сердце. Один вариант дается просто по судьбе. Когда приходит время, человек испытывает счастье. Приходит время. И так далее. Вот, и все становится хорошо. Но оно же и уходит, это время-то. Не то, что всегда, вот оно пришло и все, теперь навсегда, да? Нет, не там. Он приходит и уходит, и на это рассчитывать не стоит вообще. Не надо стремиться достичь мира в сердце. Это просто результат. Надо стремиться правильно жить. Надо стремиться выполнять свой долг и стремиться забыть о том, что я хочу мира в сердце. Пока человек помнит, ну, понимаете, счастье – это такая удивительная сила, что она всегда бежит от того, кто сильно о нем думает и всегда прибегает к тому, кто о нем забыл. Я обычно привожу такой пример очень хороший. Одна девушка не очень симпатичная. Не очень симпатичная. Ну, все девушки симпатичные, потому что они сотканы из энергии любви. Каждая по-своему. Но она была, вот, бывает у женщин перевесившего внутренняя красота. Им трудно выйти замуж. Но когда они выходят замуж, то они счастливы в семейной жизни. Бывает у женщин перевешивает внешняя красота. Им легко выйти замуж, но чаще всего они, когда выходят, они недовольны. Потому что красоты же много, а товар достался не полностью качественно. Вот. Как бы вот так. Ну, им легче выйти замуж, понимаете? И вот эта девушка, у нее слишком много внутренней красоты было, а внешней слишком мало. Такой дисбаланс, что мужики же смотрят на внешнюю красоту сначала, им трудно внутреннюю думать. Они же тупые в этом плане. Вот. Музинный хлофы, это главное. Ну, я прежде всего про себя говорю, я не знаю, как у остальных. Вот. И она все время спрашивала, то есть она полностью слушала лекции, молилась, все делала как надо, служила всем. И каждый год, когда приезжала в этот город, это много лет продолжалось, несколько лет. Она все время говорила, Олег Геннадьевич, я все делаю. Но даже никто не познакомился еще. То есть нет людей вообще никаких, но нету вариантов просто даже близко. Я смотрю, карма тяжелая просто вообще, на то, чтобы выйти замуж. И говорю, все будет хорошо, надо продолжать. И на следующий год тоже самое, и опять ничего не получается, и опять, так несколько лет подряд. И просто даже нет вариантов. У некоторых девушки они как бы нормально живут, потому что, ну, варианты были, но я дура не оценил. А у нее просто вообще ноль, но никто не знакомится. И знаете, в один год я приехал, она все время помогала готовить, участвовала в организации приезда, помогала готовить. Я смотрю, такая счастливая, довольная. И я говорю, что встретилась, она говорит, вы знаете, Олег Геннадьевич, я вот полностью погрузилась в этот процесс, я всех забочусь, всем служу, молюсь каждый день. И в какой-то момент вдруг такое чудо произошло. Мне перехотелось выходить замуж. Я просто вот счастлива тем, что Бог дал. И для меня сейчас семьей является, потому что женщине надо жить в семье, она только, ну, она создана только для близких отношений. Ей не нужны вообще никакие другие отношения. Ну, не все женщины это понимают, но вот женщине нужны только близкие отношения. Больше никаких вообще. Все остальное для нее это внешняя вещь. Вот. Не так я говорю? Так. Вот. И понимаете, она говорит, у меня со всеми близкие отношения, потому что я искренне всем служу, заботюсь. То есть люди, которые близки ко мне, у меня с ней близкие отношения. В какой-то момент стало достаточно этих близких отношений для того, чтобы быть счастливой. И у нее румянец появился на щеках. Я увидел, что она симпатичная. Первый раз в жизни. И у нее, что си, вот это, да. Что-то произошло такое странно. Я дальше почувствовал, посмотрел на нее судьбу, смотрю, все. То есть она вот сейчас выйдет замуж уже скоро. И она такого классного человека себе нашла. Духовно развитого такого, суперского вообще. И счастлива живет сейчас с этим человеком. Нет таких женщин, которые бы не могли выйти замуж. Есть женщины, у которых высокий трамплин. Но когда они с этого трамплина взлетают, они взлетают всегда высоко. Просто есть у женщин разные варианты. Одни из них могут выйти замуж, очень интенсивно занимаясь духовной практикой, только за духовного человека. Другие могут выйти за обычного человека замуж. За обычного легче, за духовного тяжелее. Высокий трамплин. Но нет таких женщин, которые бы просто были одинокими всю жизнь. И есть и такие, но Бог им дает знание, что надо идти в монастырь. И они с удовольствием идут и не думают, что в монастыре жить хуже, чем в миру. Вот кто так думает, поднимите руку. Ну все так думают. Знаете, что это не так. И люди, которые способны правильно жить отреченной жизнью, они счастливее в тысячу раз, чем они. Просто в тысячу раз. Вы даже не представляете, сколько у них счастья в жизни. Это надо просто одним глазком хотя бы посмотреть, чтобы это понять. Но мы не способны это понять, потому что у нас другие представления о счастье. Для нас счастье это какие-то внешние вещи. А счастье, оно соткано из глубочайших, чистых и светлых отношений между людьми. Вот в чем сила счастья. Эти отношения не купишь ни за какие деньги, ни за какую власть. Конечно, когда человек богатый, все перед ним крутятся, улыбаются ему. И он такой иллюзией живет, чтобы достиг этих чистых и светлых отношений. Но это просто иллюзия. Потому что это просто игра. С ним играются люди, чтобы пользоваться его властью, его деньгами. И он думает искренне, что его действительно все любят. Настоящая любовь бывает между другом, между другими людьми. Мы не можем достичь мира в сердце, потому что это не наше. Мир в сердце это то, что принадлежит Богу, и он дает нам это как награду. И когда человек получает эту награду, он не должен даже на секунду останавливаться на ней. Он должен немедленно опять идти в том же направлении, отдавать свое счастье другим. Потому что когда человек достиг мира в сердце и в этом решил раствориться, тогда мир из сердца убегает. Счастье это такая штука, она всегда бежит от того, кто его хочет. А тот, кто про него забыл, она прибегает к нему. Но есть одна проблема. Счастье хочется настолько сильно, человек горит в этом огне настолько сильно, что своими силами избавиться от желаний невозможно, мои хорошие. Невозможно никому, ни мне, ни вам, никому вообще, ни одному человеку в этом мире. И поэтому есть только один способ избавиться от горящих, зудящих желаний, которые мешают их же и осуществить. Этот способ описан во все описания. Нужно найти человека или людей, которые бы своей чистотой удивили, вдохновили, своим правильным настроением вдохновили и удивили ваше сердце. И надо дальше идти за таким человеком в жизни. И когда человек идет за тем, кто сияет, как солнце, потому что он питается от солнца, свои силы, силы берет оттуда, тогда человек забывает про себя. Мы помним про себя, пока это приносит счастье. Но когда человек счастье более высокого пола порядка, он чувствует, он забывает про себя. Завтра, послезавтра, выходит замуж единодетельный человек, ведущий нашего РВД-радио, Олеся Гласникова. И... Ну, долго я не могла быть замуж. Так действовала судьба, у нее тяжелейший гороскоп. И... Ей достался такой удивительный человек. Удивительнейший человек. Не знаю, может быть, я сейчас не ту или втеснюю, в которую я хочу сейчас, чтобы она позичала. Ах, гоня, не забывайте. Ах, гоня, не забывайте. Ах, гоня. Ах, гоня. Продолжение следует... Ну ладно, не найду, наверное, на скромное. Ваш путь мне не ведом, куда летите вы, а я за вами, за вами следом. Там и так далее. Быть облаком защитным от беды, быть ветром, напевая ваши песни, звездой гореть над вами, или капелькой воды пролиться в тот же час на том же месте. То есть это служение старшим, служение возвышенным людям. Вот. А? Красиво, да, если бы она еще спела, было бы еще красивее. Жалко, что я... Ладно, просто. Вот. Поймите, что это и есть то, что дает возможность освободиться от желаний и сделать мир в сердце, потому что сам человек не может поменять направленность своей жизни. Желания создают нашу судьбу, и они же являются препятствием для ее осуществления. Вот, например, женщина сильно хочет выйти замуж. Она выйдет замуж или нет? Нет. Нет, потому что желание мешает. Она сохнет от этого желания. Она становится некрасивой от этого желания. Для того, чтобы выйти замуж, надо об этом забыть, понимаете? Надо стать тем, кто дает счастье, а не просит, не требует. Вот если я, допустим, буду сильно хотеть, чтобы вы... Вам брали весь мои лекции, вы будете плеваться иметь имя лекции. Знаете, как буду читать в этом случае? Здравствуйте, мои дорогие друзья. Бля. Жаль, хочется плеваться, да? Чего я должен хотеть? Я должен стать мышкой такой маленькой и хотеть, чтобы вы были счастливыми. Все. Больше ничего я не должен хотеть. А? Давайте мне сюда ее сейчас будем слушать. Это моя любовь к этому человеку. Так, может, проявить. Нет, не знаю. Но как, давай.